Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео о том, как превратить действительный залог в страдательный залог. Для начала, что такое действительный залог или active voice? Посмотрите на это предложение. He repaired the car. Он отремонтировал машину. И почувствуйте разницу. Страдательный залог. The car was repaired. Машина была отремонтирована. В первом случае подлежащее выполняет какое-то действие. Во втором случае подлежащее претерпевает какое-то действие. С подлежащим что-то происходит. Машина была отремонтирована. Что с ней произошло? Она отремонтирована была. А в первом случае он что сделал? Он что-то сделал. Он отремонтировал машину. Давайте посмотрим, как строится пассивный залог или страдательный залог. Passive voice. Это в первую очередь глагол to be в любой из форм. И третья форма глагола. Вот как это выглядит. Вот он глагол be. В настоящем времени выглядит так. В прошедшем выглядит так. The car was repaired. Вот он глагол be. Также это может быть в будущем времени. The car will be repaired. Машина будет отремонтирована. Вот глагол be в будущем времени. The car can be repaired. Это вместе с модальным глаголом мы сделали предложение. The car can be repaired. Она может быть отремонтирована. Машина была отремонтирована в present perfect. The car has been repaired. Машина была отремонтирована. И даже в present continuous. Что с машиной сейчас в данный момент происходит? Ее ремонтирует. The car is being repaired. Глагол be может быть даже в такой форме. Итак, чаще всего мы встречаем вот такие задания, где надо переписать предложение, представленное в активном залоге, в пассивный залог. Как это сделать? Я покажу на простом примере. В первую очередь, когда мы видим предложение, его надо разобрать по члену предложения, чтобы сделать грамотно вот этот перевод из активного в пассивный. Вот подлежащее, вот сказуемое и вот дополнение. Все остальные члены предложения можно не выделять. И начинаем работу. Дополнение. Прыгает на место подлежащего. This picture. Вот оно становится подлежащим. Глагол смысловой. В нашем случае painted. Painted. Только painted. Мы ставим вот куда-то сюда. И ставим его в третью форму. Нам повезло. Это правильный глагол. И мы прибавляем окончание – иди. Оно здесь тоже есть. Все, повезло. Оставляем место для глагола be. Как обычно в грамматиках говорят, мы ставим сюда глагол be в нужной форме. Но как узнать, в какой форме его вообще ставить? Для того, чтобы это все правильно определить, нужно посмотреть, вот, а это – что за видовременная форма? Has painted. Наверное, вы знаете, что это – present perfect. Present perfect. Present perfect. Have, has и третья форма глагола – это present perfect. И надо be поставить в present perfect. Как будет be в present perfect? Have, has и третья форма глагола. Так, здесь у нас this picture has been painted. Вот так. С этим справились. И теперь нам надо пристроить подлежащее. И оно у нас станет дополнением. И пойдет вот сюда. An artist. Оставим здесь пробел для предлога. Так принято, что сюда нужен предлог. Предлог by. Если действие было сделано кем-то, это by. А если чем-то, каким-то инструментом, то with. Но это совсем другая история. Мы сейчас на этом не будем останавливаться. Посмотрим на другое предложение. Это немножко больше предложения, потому что у него есть обстоятельства, которые отвечают на вопрос «когда». 5 лет назад. Также сейчас я покажу, как его тоже преобразовать. Итак, подлежащее, сказуемое, дополнение. Дополнение ставим на место подлежащего. Берем глагол, переносим его куда-то сюда. Оставляем место для глагола be в нужной форме. Нужную форму определяем, глядя вот сюда. Нужная форма какая? Past simple. Past simple. Значит, be должен быть в past simple. Что это такое? Как оно должно звучать? Was. Абсолютно верно, потому что это it. Это единственное число was. Было бы здесь множественное, было бы where. А тут единственное число, значит, was built. Теперь Peter. Его переносим сюда. Предлог добавляем. Кем-то было сделано. Кем? By. И теперь нам нужно пристроить вот это обстоятельство 5 лет назад. 5 years ago. Это очень просто. Ставим его на то же самое место, где оно и стояло. То есть в самый конец предложения. Вот получилось прекрасно. This house was built by Peter 5 years ago. Все ладно и хорошо. А что делать, если в исходном предложении местоимение на месте подлежащего? Сложность заключается в том, что местоимение нельзя просто взять и перенести так, как оно есть. Потому что здесь у нас предлог. А это именительный падеж. А здесь нужно его немножко поменять. И звучать оно будет вот так. Them. Собственно, множество может быть вопросов. А как, а почему и так далее. А дело в том, что есть такая табличка. Вот именительный падеж, а вот объектный падеж. Нам нужно объектный падеж. Его вот эти формы надо выучить. Они не такие уже сложные. I, me, you, you, we, us. They, them. He преобразуется в him, she, her, it, it. Это понадобится еще не раз. Просто выучите и забудьте о проблеме. Как говорится. Итак, they. Если здесь подлежащие them, they, то дополнение them. I – дополнение me. You – дополнение. Слава богу, повезло. You – не меняется. He, him, we, us. She, she как меняется, her. Ну, вот и все. Собственно, все достаточно просто. Всем удачи, счастья. Увидимся. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok